Музыка Триумфальным в этом году стал чемпионат страны среди взрослых для борцов из Гагаузии. Они на высоком уровне представили регион. В соревнованиях свое мастерство продемонстрировали ребята спортивного, регионального лицея, детской спортивной школы, муниципе Камрад, школа Боскурт-2 и ряд других секций. В ходе упорных схваток с опытными соперниками наши спортсмены достойно показали себя и выбились в полуфинал и в финал соревнований. Они отметили, что достичь высоких результатов было не так легко, так как участвовали не только призеры, но и чемпионы Европы и мира. Это олимпийская весовая категория, как раз в этом году у нас отбор на олимпийские игры. Будем стараться делать все возможное. Всегда мы приезжаем с настроем только на первое место, потому что если бы мы не настраивались на лидерские позиции, то смысла нет приезжать. Готовились долгое время, но сейчас надо показать нам все, на что способны. Наставники, которые поддерживали своих спортсменов за ковром и переживали, отметили, что ребята выступили на высоком уровне и показали, что этот вид спорта в стране развивается. Соперники тоже сильные. У нас только интересует победа. Коля сейчас перешел в новую весовую категорию до 74. Это уже олимпийская категория. Мы решили так, что надо подниматься выше, потому что он боролся до 70 килограмм. Но это не олимпийская категория. И у нас есть уже медаль из Европы. Мы повышаем планку и переходим на олимпийскую категорию. И надеемся, что в финале Коля выиграет, а мы будем со стороны подсказывать. Президент Федерации вольной борьбы Гагаузи Гаджи Гусейнов и руководитель Федерации этого вида спорта в Молдове Иван Георгиев уточнили, что борьба на ковре была зрелищной и упорной. Никто не хотел уступать, но в финал выбились самые опытные спортсмены. Учитывая то, что наши ребята готовы, настроены, есть боевой задор, мы, конечно, очень надеемся, что у нас будут все эти четыре чемпиона. В целом, это и есть работа, подготовка тренеров, ихний труд, который показывает то, что они делают на ковре. Поэтому в сегодняшний день только одна радость за это, что они прославляют наш регион, Гагаузию и являются лидерами вольной борьбы в республике Молдова. У нас будут очень интересные захватывающие схватки, потому что здесь участвуют чемпионы мира, чемпионы Европы, призеры этих чемпионатов. И самое интересное будет, что вот неделю назад проходил финал чемпионата Европы до 23 лет в Бухаресте. У нас там чемпион Европы, серебряный призер и пять бронзовых медалистов. И они тоже будут участвовать на этом чемпионате республики, так что схватки будут очень интересными. Опять же, хотел бы подметить, что здесь будет отбор к чемпионату Европы, который будет проходить среди мужчин и девушек, который будет проходить в Загребе, в Хорватии. Так что турнир очень интересен, и поэтому очень много людей, которые заинтересованы в этом. Сегодняшний чемпионат республики. Были предварительные встречи. Сейчас через минут 20 начнутся финальные встречи. Очень интересный чемпионат. Будет выявлен отбор команды на участие чемпионата Европы в апреле месяце. И победит, конечно, сильнейший. По итогам соревнований чемпионами страны стали в весе 74 килограммов Николай Грахмец, в весовой категории 86 килограммов Георгий Рубаев и в весе 125 килограммов Александр Романов. Серебряным призером стал Дмитрий Коростоянов в весе 61 килограмм. В Кишиневе прошли международные соревнования по вольной борьбе среди У-17. Всего за призовые места боролись 80 участников со всей страны. Гагаудио представили борцы вольного стиля регионального спортивного лицея и спортсмены из Чедерлунского района. По словам наставника спортивного лицея, ребята на высоком уровне провели схватки, но не всем удалось одолеть своих соперников и упорных в схватках пробиться. Финал золотую медаль в копилку региона принес Герман Регуш в весовой категории 60 килограммов. Второе место завоевал Сергей Камбур в 45 килограммов. И третьим стал тоже в весовой категории 60 килограммов Семен Василиогла. В турнире по футболу памяти известного футболиста Федора Влах приняли участие 8 команд из Камрата, Чумишлия, Кагула, Кантемира, Унгенов, Олешти, Аргеева, Тараклии. На торжественном открытии было сказано много добрых слов о Федоре Влахе, который посвятил себя футболу и был известным игроком в Молдове. Также отметили, что такие мероприятия не только сплачивают ветеранов футбола, но и привлекают молодежь заниматься спортом. Благо для них созданы хорошие условия, отметили гости. Федор Михайлович Влах известный человек, который с детства играл в футбол, любил этот вид спорта. И все мое детство было связано с футболом, и все мое детство было связано с этим стадионом. Я как раз стояла с Павелом Георгиевичем и говорю, Павел Георгиевич, меня в 2015 году избрали на эту должность, и мы с вами были вместе на одном из турниров на этом стадионе. И помните, какой был этот стадион 8 лет назад? Он говорит, да, вспоминая, Ирина. Так вот, я сегодня, дорогие наши гости, горжусь тем, что за эти 8 лет мы смогли поменять облик этого стадиона, построить абсолютно новый стадион. И вы сегодня видите, что инфраструктура спортивная одна из самых развитых. Об этом, наверное, мечтал Федор Михайлович. Я очень рада, что я смогла его мечты воплотить в жизнь. И я очень рада, что наша команда продолжает пропагандировать и инвестировать в развитие нашего молдавского спорта. И я очень хочу, чтобы наша молодежь брала с вас пример. И я очень хочу, чтобы много молодых ребят занималось футболом и свою жизнь посвятило спорту. Потому что спорт – это характер, потому что спорт – это дисциплина, это ответственность, это борьба и это всегда хороший результат. Вы знаете, что футбол объединяет людей. И вот сегодня это еще одно доказательство. Много команд разных уголков нашей республики участвуют в этом турнире. И этот турнир благодаря руководителям республики Гагаузия, потому что видно, как уделяется спорту большое внимание. И как доказательство вот этот спортивный комплекс, который был построен с помощью наших друзей из Турции. И сейчас есть все возможности, особенно для молодого поколения, чтобы развивать футбол, чтобы многие играли в лучших командах Гагаузии и, конечно, сборной Молдовы. Потому что вы видите, что сейчас у нас не хватает, нет того энтузиазма. И сегодня даже очень мало молодых футболистов находится на трибуне, чтобы что-то подчеркнуть от ветеранов футбола, которые они сделали очень много для футбола. И этот турнир еще раз доказывает, кроме того, что мы получаем этот адриалин, что мы играем между собой, получаем удовольствие от футбола, она проходит и как память о тех людях, которые сделали много для футбола в нашей республике, для этого края. И вот один из них, это, конечно, как говорит отец нашего башкана Федор Михайлович Влах, который был легендой молдавского футбола в 60-х годах. Он играл за знаменитую команду Молдова в то время, которая гремела не только в Молдавии, а во всем Советском Союзе. И, конечно же, спасибо руководителям, министра спорта и Сергею, которые организовывают для вас, в первую очередь, чтобы встретились, опять пообщались. Вот такие турниры нам очень нужны в Молдавии, особенно для молодого поколения. Вы, наверное, когда приехали, особенно те команды, которые еще не были у нас, удивились, что у нас такой прекрасный стадион. Что теперь еще нужно? Чтобы была солидная команда, которая участвовала бы в чемпионате Республики Молдова. И вообще, чтобы молдавский футбол немножко рос. Но, к сожалению, вы, наверное, все знаете, что, когда я вчера посмотрел, ну, увидел по телевидению, что сборная Молдовы сыграла в ничью с какими-то островами, не будем называть их, в ничью, это говорит о том, что нужна попитка, нужна помощь. И вот на вашем примере сегодня вы должны показать, что такое футбол по-настоящему. К сожалению, у нас мало присутствует юношей, которые хотят стать футболистами. Но я думаю, что такой турнир, как наш сегодня, в этом нам поможет. На стадионе одновременно проходили по два матча по 30 минут, чтобы в течение дня выявить победителей. На поле игры между ветеранами не уступали тем, которые проходят в рамках матчей чемпионатов страны. Матч за третье место между командами Камрад и Кантемеш завершился уверенной победой хозяев турнира. Игра за первое место и обладателя Кубка чемпиона завершилась победой футбольной команды из Кагула над Унгенами со счетом 4-2. Футбол объединяет. И очень много болельщиков. Нет вида спорта, где было бы больше болельщиков, чем на футболе. Гости отметили, что с большим удовольствием приняли приглашение и считают, что такие турниры сближают людей. На ваш отзыв Камрадских наших соседей приехали почить память господина Влаха при таком прекрасном турнире. Собирались тут команды со всей Молдовы почти. Во-первых, это очень интересно, когда делается какой-то комбинат, потому что люди встречаются, знакомятся, остаются друзьями. И это самое важное после одного турнира. Нас, в принципе, постоянно приглашают. Ну и турнир вообще-то объединяет. И на таком возрасте, и на юном возрасте, на всех возрастах турниры обязательно. Естественно, во-первых, футбол это одна из мировых игр, видов спорта, которые, скажем, это, во-первых, не индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. А здесь, вот именно, как бы, идёт исполчение, команда, ну, много факторов, которые, как бы, я отдаю, вот именно предпочтение по этим факторам, вот именно футболу. Турнир очень важный, потому что мы получили возможность увидеть на что уровни этапы, на что уровни они имеют. Мы пришли с шоков, мы были в пустое на пункт, шоковы, чтобы мы ставим на это партии, чтобы мы ставим очень красиво. Мы уверены, что все эхи были сильные, мы уверены, что турнир этот уровень, потому что мы видели как эхипы здесь, Продолжение следует... 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 Директор школы тяжелой атлетики Виктор Мавроди отметил важность состязаний, так как проводится отбор на международные и республиканские соревнования. В нашей региональной школе по тяжелой атлетике идет отбор наших самых ведущих юношей на чемпионат республики, который будет проходить в конце апреля. Учитывая то, что наше географическое расположение расширяется, сейчас у нас участвуют спортсмены с Кирсова, с нашего филиала. Будем надеяться, что результаты будут улучшены. Интерес к этому виду спорта в последние годы растет и заниматься тяжелой атлетикой приходят не только ребята и девочки из муниципи, но и других населенных пунктов, подчеркнул тренер Владимир Еригин. Очень большое желание есть ребят. У нас даже ребята сел начали приезжать. С Казакли, из Копчака ребята приезжают, учатся здесь. С разных сел мы начали ребят набирать. Вот с Кирсова ребята тоже приехали. У нас школа открылась в Кирсове, начали из Кирсова ребята приезжать. В ходе здоровой конкуренции первые места заняли весовой категории до 32 килограммов среди девочек Мария Богуш. Среди ребят участников было значительно больше. Победителями стали Дмитрий Козма, Александр Топал, Максим Тадырян, Александр Балжи, Константин Болгар, Игорь Ангельчев, Василий Герчев. Серебряные медали завоевали Виктор Добров, Андрей Богуш, Владимир Чеботару, Владимир Ковыржик, Георгий Кольчик и Григорий Орлеогла. Все победители и призеры чемпионата по тяжелой атлетике были награждены дипломами, медалями и денежными премиями. В конце апреля состоится чемпионат Молдовы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15-17 лет. А в конце мая международный турнир по тяжелой атлетике и чемпионат Молдовы возрастной категории до 20-23 лет. Камрадский спортивный лице «Интернат» на чемпионате Молдовы представили трое спортсменов. В ходе упорных боев с сильнейшими соперниками в финал пробился лишь один из боксеров. Неоднократный чемпион страны и международных соревнований Ильи Аргату. Он в очередной раз подтвердил чемпионский титул. По его словам, бои были тяжелыми, так как это отбор на европейские соревнования. На этом чемпионате Молдовы я провел два боя. Первый соперник был с Кишинева. Я его первый раз видел, не знаю. Ну, тоже хороший боксер. Второй боксер был мой хороший знакомый. В ринге отменяется на пару минут вся эта дружба, чтобы добиться. Чемпионат Республики, этот данный, очень важен, потому что это в преддверии чемпионата мира, который будет состоиться 1 мая в городе Ташкент, Узбекистан. И формируется олимпийская сборная. Это предолимпийский год, и потому он и важен был, чтобы завоевать свое место в сборной Республике Молдова и вести подготовку к следующим высоким турнирам. Наставник чемпиона Ширали Тургунов отметил, что все ребята выложились в полную силу, но не всем удалось завоевать призовые места. Воспитанники спортивного лицея были достойными конкурентами своим соперникам. Очень высокий уровень, потому что мастера спорта международного класса и было очень много участников, которые имеют европейские и мировые титулы. Это чемпионы Европы, бронзовые призеры. И почти в каждой из этих категорий были мастера такого уровня. Прошли очень на высоком уровне. Видно было, что Илья Аргатова в весовой категории 57 килограмм лидирует. Он разобрался со всеми противниками. Тяжелые были бои, но его класс высокий чувствуется. Класс международного уровня. В составе сборной страны Илья Аргату поедет на международные сборы, чтобы подготовиться к предстоящим соревнованиям. 5 апреля улетаем в Армению на сборы. Потом после 2 недели там будем. Потом после Армении на неделю в Болгарии. Сборы дают много пользы. Учишься от других спортсменов. Что-то новое берешь. Спортивную школу муниципе Чедорлунга представили двое спортсменов. Владимир Градинарь в первом бою одолел спортсмена из города Кишинева. И за выход в финал в ровном бою уступил сопернику из города Тирасполь. И стал бронзовым призером Республики Молдова. Иван Губогло принял участие в соревнованиях, но ему не удалось выиграть. Бронзу также завоевал еще один боксер Александр Шахин, воспитанник Комрадского спортлицея. В минувшие выходные в Кишиневе прошел республиканский турнир по самбо, который собрал сильнейших спортсменов страны. На соревнованиях Гаузию представили самбисты детской спортивной школы в муниципе Комрад. Ребята провели по четыре схватки с опытными соперниками, но не всем удалось покорить педестал почета. Чемпионами стали трое воспитанников Петра Куру. Также они привезли в копилку региона одно второе и три третьих места. Они провели по три-четыре схватки все. Буквально победители, которые заняли первое место, это Данила Костегл. В весовой категории 32 килограмма он провел четыре схватки, все выигрывали явным преимуществом. И в весовой категории до 50 килограмм Николая Мускова вообще без шансов прошел. Так очень хорошо выиграл все болевым приемом, болевым приемом выиграл. И даже в финале был один из призера чемпионата республики, он финалист чемпионата республики. Он его явно откатал и выиграл тоже болевым приемом. И в весовой категории 66 килограмм тоже первый место занял Артем Гурин. Очень удачно, провел четыре схватки тоже и выиграл себе болевым приемом. Я думаю, что оставил второе место, Вова не делал, тоже провел очень хорошие встречи. Но я считаю, что они немножко моложе своих соперников, потому что там год, в этом уже год или два разница, это уже сказывается, их не возможности. Тем не менее, очень хорошо выступили. Еще раз говорю, не то, что я там пополю с ними, это просто так, как она есть. Самбист и детская спортивная школа «Камрад» еженедельно проводят тренировки и оттачивают свое мастерство для того, чтобы на высоком уровне представлять свой регион на республиканских и международных соревнованиях. Невзирая на то, что практически мои старшие ребята завершили свое спортивное выступление, здесь поступили все в ВУЗы и учатся уже кто в Кучинёк, кто в Террасполе, но тем не менее, смена поколения у меня такая, знаете, неболезненная, я так считаю. До этого мы выступили на чемпионате республики, тоже этим же возрастом, и оттуда мы привезли три бронзовые медали, не три, а четыре бронзовые медали, тоже очень удачно. Хотя выступали немножко помолочее, наши ребята помолочее, их не сверстники, тем не менее, очень удачно выступили, показали, что мы работаем именно на правильном пути. Я еще раз подчеркиваю, что мы тихо сапога говорится, мы работаем и делаем свои дела. Участники республиканского чемпионата – это уже новое поколение самбистов, которые пришли на смену таким спортсменам, как Дарья Влаг, Василий Киряков, Александр Неду. Они учатся в различных ВУЗах. Тренер отметил, что воспитал достойных чемпионского титула спортсменов. 25 марта в Кишиневе состоялась первая встреча в рамках плей-офф между баскетбольными клубами «Камрад Хорсес» и УТМ, которая завершилась победой баскетбольного клуба УТМ. Со счетом 93-74, счет серии 1-0. В команде из «Камрада» отличились Евгений Зимовский, 18 очков, 8 подборов, Александр Серц, 16 очков, Владимир Мартынов, 5 результативных передач и 8 подборов, Танислав Секлиер, 6 результативных передач. Игра между баскетбольными клубами «Глория» и «Чедор Лунга» завершилась со счета 73-67, счет серии 1-0. В рамках Лига чемпионата Молдовы по волейболу среди девочек состоялась следующая игра. В селе Копчак команда муниципальной спортивной школы города Камрад в равной игре уступает команде спортивной школы «Копчак». Счет матча 3-0. Первую партию завершили со счетом 17-25, вторая партия 23-25 и третью партию Копчак завершил с победой со счетом 25-17. Как отметил тренер Камрадской команды Ольга Попович, соперники провели хорошую игру и поздравляем их с победой. Каждое поражение делает нас сильнее. Мы работаем над ошибками, отметила она. В Кишиневе состоялся чемпионат Республики Молдова среди взрослых по теннису. В рамках соревнований прошла квалификация только среди мужчин. То есть спортсмены, которые не вошли в 16 лучших из 350 игроков, проходили отбор, чтобы попасть во вторые 16 и тем самым участвовать в топ-32. В квалификационных играх две победы одержал Виктор Буц из Камрадской спортивной школы. Переиграл Пантелеева из города Дубасара, правда, во второй встрече с ним же уступил. Хорошо провели свои встречи Дмитрий Лозов, Игорь Косым, Роман Тарлев и Александр Арнаут. Но пройти отбор среди взрослых мужчин им не удалось. Досрочно попал в 16 среди мужчин только тренер Камрадской школы Николай Милентин. Благодаря чемпионату Республики Молдова в 22-м году, который прошел уже 7 дней, где он стал серебряным призером Республики в категории 40-44. По словам Николая Милентин, он принял решение не участвовать в этом чемпионате, предоставив свое место воспитаннику Давиду Космо. На этом чемпионате Давид Космо переиграл с соперника из Калараша, выиграл у многократного призера Республики Молдова, но уступил мастеру спорта и многократному призеру Вадиму Полипончук со счетом 1-3. Также уступил призеру Республики Молдова из города Кишинева со счетом 1-3. Среди девушек, представляющие Гагаузию, прошли отбор без квалификации согласно рейтингу следующие теннисисты. Марина Язаджи, Марина Гаргалык, Милена Косым, Анастасия Таукчи. Все воспитанницы клуба Антария Савдарма. В Камрадской спортивной школе отбор прошли Виктория Никологла, Рита Тодорогла, Виктория Милентий. Виктория Милентий не хватило одного пункта, чтобы попасть в число 32 лучших теннисистов. В чемпионате Молдовы порадовали своих тренеров воспитанники клуба Антария Савдарма. Милена Косым, которая переиграла соперницу из Дубасар. Соревнования проводились по системе до двух поражений. Нашим юным девочкам не удалось занять призовые места среди взрослых. Но я точно знаю, что мы идем в правильном направлении и проиграли лишь мастерам спорта. При этом дали бой и им тоже, уточнил тренер Николай Милентий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова